Почти 12 миллионов леев правительство предлагает выделить на реконструкцию пансионатов Галеркана, где отдыхают молдавские чиновники. Предложение вызвало жаркие споры на заседании парламентской комиссии по бюджету и финансам. Мы бюджетные, которые даются с датурой, мы наложим в датуре, мы наложим в deficit-то подчинение парламентской комиссии. В финансе на Кунистое, которые мы имеем, мы не знаем, что это дает импарт. Это в состоянии, когда мы на Мерис мы нажимаем на зарплату по 4,1% и в том числе, у нас есть 4,1%. для того, чтобы обеспечить 12 миллионов рублей, и вы говорите, в 7300 рублей, и в бухтах гражданин, в 7700 рублей. Я не вижу, что вы не можете, если вы спросите у нас, как вы говорите, что вы говорите? Для чего нужно обеспечить эти деньги? Для того, чтобы обеспечить деньги? Существуют банилии, которые нуждают поддержку, нуждают бензирование, потому что активы, если они не обеспечены, они сгибаются. Потому что мы потеряем больше денег, если мы инвестим в какие-то цены. Обеспечить имобилы, это просто денег. Проект направили на рассмотрение в парламент. Пансионат в Галерканах занимает 65 гектаров и включает в себя 18 вилл, 4 домика и 2 отеля. В 2015-2017 годах пансионат зафиксировал убытки в размере 2,5 миллионов лев. Дома жителей села Слобозия Мария Когольского района с каждым годом уходят под землю. Это не результат землетрясения или сейсмической зоны. Село излюбленная траса для грузовиков и фур. От дрожи земли местные жители не спят по ночам, а днем то и дело пугаются. Люди обратились в Министерство экономики и инфраструктуры. Уже несколько лет Петр ремонтирует фасад дома. Поэтому этой весной пришлось все делать заново. От звука больших моторов по ночам трясется мебель. Как говорит Степан, грузовики ездят в основном после обеда. У Валерия кровля обрушилась когда в доме были люди. Примар говорит, что неоднократно обращалась в Министерство транспорта. Там ей ответили, что дома построены некачественно. От большегрузных машин страдают и другие села. В основном, в основном, в ТРЕОССЕ, что там отдают в Риуну Цахол, в Министерство транспорта, мебель, в Министерство транспорта. Там были в логичные парламент, после которых печи, домашины, всех дней, трясутся по боковому мебельному. А вот в основном, но не было меньше. Есть такие маленькие упражнения не могут нагрузки. для машины, но в основном, проблема махашина основной, и обеспечная насадка, В распространенном коммунике Министерство экономики сообщает, что все жалобы жителей села были приняты к сведению. Национальное агентство транспорта занимается изучением данной проблемы, но пока конкретного решения не поступило. Андрей Настасьев выступил с новыми обещаниями. Кандидат от партии платформы Достоинство и Правда и Действие Солидарности пообещал демонтировать все барьеры и заграждения, которые мешают жильцам многоэтажных домов. Как считает Настасьев, большинство барьеров установлены незаконно. Дебаты с одним участником. После того, как Андрей Настасьев отказался и от сегодняшней встречи со своим оппонентом, Иону Чебану пришлось выступать самому. Присутствующие поинтересовались, оставит ли он мемориальный камень у парламента, если возглавят примарию. Присутствующие поинтересованные объекты, которые могут быть в целом, 10, 15, 20, начиная с Центральной, Гара, и многие другие, которые будут быть включены в этот листинг и чтобы избежать людей. Чебан заявил, что выступает против проекта Арены Кишинев, продвигаемой демократами, но ничего сделать, чтобы остановить его, не сможет. Я, в общем, против этого проекта, чтобы быть очень claro. Но в качестве премарии, вы хотите какую-то улучшение с этой Ареной Кишинев? Я думаю, что в этой этапе не так, потому что уже есть акты legislативные. Что касается запретов, то, по словам Чебана, он намерен отказаться от проведения в столице маршей ЛГБТ-сообщества. Вы позволите совершать такие акции? Еще две партии объявили о поддержке Андрея Анастасии во втором туре выборов примара столицы. Это либерал-реформаторская партия и Народная партия Молдовы. Экологическая партия Зеленых о своих симпатиях не объявила, но отметила, что ратуют за европейское будущее Кишинева. Продолжение следует... Продолжение следует... До сих пор о своей поддержке Анастасии заявили партия национального единства, либеральная партия и Европейская народная партия Молдовы. Подозрительные перестановки в деле экс-депутата Кирилла Лучинского. В апелляционной палате дело было распределено коллегией судей, в состав которой вошли Иоанн Плешко, Александру Спаял и Мария Негру. На первом заседании адвокатов Лучинского уведомили, что судью Негру заменит Сильвия Врабия. Но это вызвало немало вопросов у стороны защиты. Адвокаты тут же потребовали отозвать судью. Прокурор считает ходатайство адвокатов необоснованным. В итоге, ходатайство адвокатов Кирилла Лучинского отклонили. Пресс-секретарь апелляционной палаты Октябрина Попа заявила, что судья Мария Негру несовместима с рассмотрением дела Лучинского. А все потому, что судья участвовала при рассмотрении мер пресечения. По словам пресс-секретаря АП, судью заменили решением председателя инстанции от 11 мая, а документ был приобщен к материалам дела. Как считает Попа, адвокаты могли не заметить документ. Следующее заседание назначено на 29 мая. МОЛДОВЫ 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 ДРАЙС нат upload для того, чтобы думать, что дынши становятся в развитии, становятся в развитии и в развитии. И я скажу, что шансы абсолютно равны. Два эхипы, которые имеют эмоции, два эхипы, которые имеют в эхипе, в стаффе лоргит, игроки, так с опытом, как и игроки, я думаю, что любая ошибка может быть fatal, и может быть против, поэтому обе эхипы будут престижать фрагматичный, тактический. Я думаю, что не важно, как Мелсами в чемпионате и как зимбру в чемпионате, важно один мяч, один один, и я думаю, что он будет очень, очень, очень интересен для зрителей, еще раз говорю, что много интересных фазов и много гол. Первый розыгрыш Кубка Молдовы по футболу состоялся 9 мая 1992 года на Республиканском стадионе в Кишиневе. Тогда Камрадский буджак разгромил Тираспольский телегул со счетом 5-0. У финалистов нынешнего Кубка Молдовы на двоих 7 трофеев. В желто-зеленый выигрывали его 6 раз, аргеевцы лишь однажды. В следующем году Федерация футбола Молдовы планирует изготавливать особый кубок. Делать его будет компания из Польши, а обойдется он в порядка 5 тысяч евро. Кубка, который будет новый концепт, новый дизайн, новый материал, эффективный. Мы пытаемся сделать это из оттелка. Сейчас работаем на дизайн, и, в следующем году, я уверен, что в следующем году, мы уже начнем эту новую Кубку, и в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова